всем немецкого футбола дамы и господа с вами как обычно футбольный симулятор прогноз и моего ведущий роман пленсков игорь белоногов игорь приветствую отправляемся мы с тобой сегодня в дойчленд дойчленд да что сегодня играть будем какими командами команда нас сегодня классный борусь и лейпциг германия кстати не так часто бывает поэтому решили сегодня залететь туда тем более матч хороший второе и четвертое место играют борьба за хорошие лига чемпионские места с первым местом понятно а дальше интерес берлин юнион тащит да да абсолютно первое а у нас с вами сегодня на повестке дня боруся дортмунд против хочется повторять всегда орлова мюнхен гладбах вот это боруся рэдбол лейпциг и коэффициент у нас следующие на победу борусси предлагают разлет от двух тридцати пяти до двух тридцати девяти ничья практически равная но есть немножко различия 370 375 и на победу лейпцига 275 280 но больше конечно верят в боруссию но чуть-чуть она по вам 2 она 2 да и там отрыв ну нормальный на самом деле то есть победа лейпцига в плане там ничего особо не сделает перед самим матчем ты сказал то что немножко у меня со скамеечкой будут проблемы да это правда я вот заглянул кто не сыграет тут почти состав целый набирается естественным лазарете марка ройс как иначе классика классика лет ничего не меняется тут есть в общем игроки основы несколько так что ситуация немножечко наверное осложняется да и что самое интересное у нас вот первый раз такая ситуация сейчас случается то что мы с вами до сих пор ждем матча локомотив спартак который также пройдет 2 апреля и получается по исходам субботы в следующей уже программе подведем итоги сразу двух матчей российской премьер-лиги и немецкой бундеслиги а сейчас давайте прогнозировать по руси и лейпциг лейпциг очередной тур германской чемпионат окно чё поехали баруси начинает хорош подбор я вот думаю то что лейпцигу не хватает некоторых игроков после но по итогам предыдущего сезона например тот же самый забицы австриец он же как основная такая сила была ну да перешел в баварию баварию там у него дела по моему не очень-то и здорово холланд ну таким вот человеком попробуем не забей а это не он как раз это как раз брат тоже бежит смешно высокий белый ну вот я сейчас понимаю то что вот у тебя не хватает сколько восемь человек да ну там за какого лешего ты у меня в этом это штрафной площади тусуешься алло лейпциг очнитесь матешат сдать денег на команду спокойно там доменик это деск сейчас это опять накрутим просмотр болельщиками спартака темы этой прекрасной команды как там они поют спартак спартак москва это больше чем жизнь да вот это ну там много чего не поют гимн спартака опа опа и есть здесь 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 галешник ништяк камбэк израиля у нас оказывается уже первый тайм заканчивается ну весело бодрое общение беседы приятные все просто нам этот из аппарата чипу приносим как неожиданно и приятно не там отложены зато мне желтую не дали за то что твоего бодунул по хоккейному все первый тайм получается до закончился статистика ух вообще не ожидают от меня голов тебя 16 по владению ты по ударам ты по пасам ты по отборам ты успешные отборы по нарушениям только она и прошу по нарушениям ты более менее опережаешь нам одно всего она поехали второй тайм но пока равный ну по счет как минимум до матч хорош поехали второй ой вот это пасян так 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 лицом принял не сделал полян почему русских болельщиков не рисует мордовия арена дядя витя с баяном и с чем он там был сильно зачем так ладно меч на и дядя витя не надо меня бесил всегда когда я мордовию смотрел вот эти ты падай хотя бы штрафной так вообще никого не заметил просто на противоходе сыграли отлично ненененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененен Холланд, нереалистичный Холланд, он должен был уже валяться по первому Хорсберг и в дальний, ну да, лучше Так, нет, не его, ладно, живи пока Цель Барселоны Так, вижу Как же они убегают все-таки классно А я попробую отсюда Ой Попробую, это было неплохо Попробовал Да, это было неплохо Ну и все, и потом, что, 10 минут осталось Сейчас мы досидим Не-не-не-не, хорош Удаление, пенальти, дисквалификация до конца жизни Времени-то меньше и меньше издается Ну давай сверх атакующий попробуем Ну куб, чего? Акцель Что творим? Сверх атакующий, вообще вперед никто не бежит Может все-таки, ну может все-таки, а? А, контратака пошла, разящая Не, не пошла Не пошла все-таки Я не хочу, чтобы матч с таким счетом останавливался Да что ж такое Что, красный? Нет, желтый? Ой Это, по-моему, уже, знаешь, традиция программы Пацаны, 90-ая минута, поехали Давайте что происходит что происходит вот удар поворотом как закончили также как и со спартаком и в итоге 21 когда у него волосы на виду развивали сейчас в итоге 21 победа борусси дортмунд самый низкий коэффициент у нас заходит и давай смотреть ну по сам конечно мощно выдал папа сам анну что но ожидаемые головы 37 поднял был 16 владение закрепил было 60 стала 62 ну в целом по статистике дам боруся должна побеждать в этом противостоянии ну в упорной борьбе что даже интереснее total больше может быть зайдет в общем фаворит победил получается все ожидаемо второе место закрепляется дальше гонится самые низкие коэффициенты 235 239 у нас заходит победа борусси и дортмунд без проблем особых один галешник в первом тайме другой во втором насколько это правдиво еще раздавать удобнее кажется вполне себе не просто так второе место по счету матч упорный матч интересный да по стати борусси но нормально хороший трудовой матч к тем более хорош но по скорости мне липциг вообще не понравился вот вообще не бежали ничего такого не делали ну там то деск все настроек ну посмотрим игорь белоногов роман пленского для вас вели эту программу напоминают два матча мы с вами будем подводить итоги в следующей программе которая будет уже в следующую пятницу счастливо